Идрис Шах, Командующая Я, Суфийская мысль, опыт и умчение. О суфизме и суфиях были написаны тысячи книг и монографий, рассматривающих предмет с какой угодной точки зрения, но только не суфийское. Это привело к хаосу в литературе и замешательству читателей. Пытаясь оценить или рассмотреть феномен суфи через призму предубеждений, обусловленных культурой, в этой ловушке на протяжении столетий оказывались наиболее известные ученые своего времени. Возможно, все это не так глупо, как предстает сегодня. В конце концов, исследователи, включая академистов и духовных личностей, только относительно недавно начали понимать, что субъективизм и неисследование предложения традиционно оказывает сильное влияние на их подход к проблеме. Хотя маятник и качнуться слегка, все еще нет недостатка в людях, специалистов и иных, продолжающих рассматривать любые явления, в том числе и суфия, как им заблагорассудится. Но только необъективно. Проблема в основном состоит в том, что большая часть комментаторов приучена считать духовные школы системами, более или менее похожими друг на друга, построенными надугами и ритуалами. В особенности на повторении и применении постоянного стандартного давления на своих последователей. Суфийский метод, конечно, за исключением его выродившихся форм, которые нельзя даже отнести к суфийским, совершенно отличен от вышеописанного подхода. Люди выбирают неправильную исходную позицию и затем допускают следующую ошибку, подпадая под общее заблуждение, что все духовные сообщества так или иначе в сильнейшей степени зависят от эмоционального фактора. И в самом деле, даже автор, наделенный ясностью мышления, путают духовность с эмоционализмом. В аутентичных суфийских учениях или учебе подобное путаница отсутствует. Неправильное представление, из которых те два, что упомянуты выше, типичное, порождает в уме изучающего соответствующий строй мысли, на который он будет опираться в попытках прийти к пониманию или изучению суфизма, тогда как результат заранее предсказуем и совершенно бесполезен. По этой причине в суфийской литературе подчеркнуто отвергаются ультраформализм, ментальный фетишизм и сверхупрощенные схемы, препятствующие пониманию. Смесь примитивной эмоциональности и случайных ассоциаций, которые запутывают потенциальных сторонних наблюдателей, суфии относят к действию командующего «я». Только с 50-х годов нашего столетия, с открытием далеко идущих последствий обуславливания, промывания мозгов и психотехнологического манипулирования, Субъективная природа фактически любых подходов к знанию стала восприниматься на должном уровне, который пытались установить в течение столетий суфии. Суфии всегда наставляли «Исследуйте ваши предположения, избегайте механистичности, отличайте веру от навязчивой идеи». Суфийский учитель – это, в первую очередь, тот, кто прошел все стадии пути, по которому будет вести своих учеников. Внешние наблюдатели не в состоянии толковать суфизм. Им видны лишь его поверхностные проявления. У них нет недостаточного опыта, неспособности видеть различия между реальными и вырожденными формами. «Тот, кто пробует, знает», – гласит суфийская поговорка. «В родной степени тот, кто не пробует, не знает». Вполне естественно, что обоснованность этой формулировки энергично оспаривается внешними наблюдателями. Но если неквалифицированный человек без необходимого опыта решает стать специалистом в какой-либо сфере, то неизбежно, что специалист, человек, обладающий требуемым опытом, будет и в действительности должен отстаивать первичность соответствующего знания. Следует помнить, что вряд ли можно в чем-то обвинить приверженных к внешним проявлениям исследователей духовного или специалистов из области пират и языка. Воспитанные в обществе, где считается, что каждый может исследовать любой предмет по своему желанию, они стали жертвами предположений, присущих к господствующей культуре. В конце концов, этот подход адекватен для широкого круга дисциплины. Они просто применили принцип, работающий в одной сфере, к той сфере, где он не работает. Суфии, в отличие от людей, ориентированных на внешнюю сторону жизни, механистически работать не могут и не работают. Проекция послания и помощь, предназначенная учащемуся, всегда должны варьироваться в соответствии с нуждами времени, с учетом местной культуры, а также в соответствии с природой и парнициальными возможностями ученика. В свете этого заявления мы можем увидеть, что суфийские организации обучения и учеба фундаментальным образом отличаются от всех остальных систем. Суфий, короче говоря, нацелен на развитие, а не на выработку условных рефлексов. Он учит, а не тренирует. Он вмешивается, чтобы предоставить правильному человеку правильные стимулы в правильное время. Тем, кто не может постичь, насколько целенаправленно подобная деятельность, она представляется хаотической точно так же, как жизнь в открытом обществе, кажется непереносимо беспорядочной человеку, который недавно вырвался из-под власти тоталитарного режима. Довольно частое явление в наши дни. Всем людям присуща склонность к поиску уверенности и регулярности. Она проявляется в приверженности сверхупрощенным системам и поясняет, почему столь многие притягиваются к организациям, предлагающим авторитет и определенность. В порядке и дисциплине нет ничего неправильного. На самом деле они существенны для всех человеческих объединений. Но когда подобная склонность задействована в тех областях, где она не может быть применима, процесс замедляется или приостанавливается. В результате даже у наиболее подверженных страсти организовывать возникает тревожное чувство, что должно быть что-то еще. Но, как бы то ни было, сама по себе жесткая дисциплина не приводит в качестве реакции к необходимой здоровой тяге к истине. Примечательно, что именно принудительные, жестко регламентированные и сугубо интеллектуальные сообщества извергают из себя причудливые культы и массовые заблуждения, обеспечивающие определенные эмоции как спросом, так и предложением. Существует огромное количество суфийских учений, и значительная их часть представлена в письменной форме. Потенциальные ученики, занимающиеся поисками источников суфизма, прорабатывают эти учения и удивляются, почему материалы столь противоречивые. Ответ прост. Эти материалы по большей части приурочены к тому или иному времени, или к культурному периоду. Большинство было предписано особым аудиториям в определенное время и при определенных обстоятельствах. Выбор материалов, соответствующих текущему моменту, задача для специалиста. Стремление, предать всему этому наследию, смысл, эквивалентно попыткам разработать собственный метод лечения болезней при отсутствии специальных медицинских знаний. Просто взять за основу эти рецепты, которые в течение многих лет прописывались разным людям. Суфийское учение прописывается на индивидуальной основе. Так, выдержки из суфийской классики, истории о мастерах, письма и лекциях и так далее, предлагаемые сегодня группам и отдельным людям, должны быть соответствующим образом и сознательно отобраны и применены. И сделать это должен тот, кто настроен на определенные реалии. Такой подход особенно раздражает пристрастного академического ученого, обрываемого жаждой задействовать каждый найденный обрывок информации без оценки возможного применения находки в наши дни. На самом деле, подобный человек работает отнюдь не в той области, в которой действуют суфии, но его позиция, тем не менее, влияет даже на обычных читателей. Затрудение в равной степени находится и ординарный мыслитель духовной ориентации. Он не желает принять того факта, что суфийская деятельность часто практикает в формах, едва ли имеющих что-то общего с духовной сферой с точки зрения формалиста. Тот факт, что суфию приходится записывать и проецировать свое учение неким особым образом, который может работать, а не только напоминать другим о духовности, вызывает в этом обусловленном, набожном человеке, если он вообще в состоянии заметить подобную форму деятельности, чувство глубокого дискомфорта. Суфии продолжают настаивать на том, что приверженность традиционным формам вообще не является духовной деятельностью. Только теперь суфии получили возможность опереться на догадки и эксперименты социологов и психологов с тем, чтобы в современных терминах в приемлемом виде установить следующий факт. Очень многие духовные люди вовсе не духовные, а всего лишь религиозные. Они обусловлены испытывать определенные эмоции. Такие люди, если рассматривать их в антропологическом контексте, немногим отличаются от членов племенных сообществ. Эти факты были записаны и доказаны суфиями столетия назад. И теперь современные мыслители считают указанную информацию потрясающим открытием нашего времени. Прибегая к суфийским терминам, так же, как и к терминологии передовых ученых-социологов, таких предположительно набожных людей можно назвать последователями культа, но никак не людьми духов в понимании суфиев. Фигуры, облеченные авторитетом, каноническая литература, литургия, упражнения, специальная одежда и иные стандартизированные элементы в практике культовых систем сегодня воспринимаются как компоненты комплексов тренинга, отличающиеся друг от друга только номинально, используемыми идеями и символами. Тем не менее, все эти фигуры продолжают создавать препятствия, запутывают людей, зашоривая умы. Заблуждающимися суфиями во все времена становились люди, заимствующие учебные ситуации, притчи и тому подобное, и распространяющие их как неприходящие истины, упражнения и тому подобное. Подобному виду развития гипертрофии нет места в сфере подлинной суфийской деятельности. Именно такой подход ответственен за существование бесконечного нагромождения культов и религиозных общин, которые повсеместно признаны аутентичными и авторитетными. В действительности, в подобных группах представлен процесс окаменения, и он полностью противоположен тому, чего можно ожидать от духовной школы. Вместо того, чтобы развивать людей, названное образование делает их своими пленниками, на что суфии не перестают указывать. В большинстве культур этот процесс зашел так далеко, что имитации вытеснили оригинал. Исследуя те или иные существующие сегодня культы, а некоторые из них охватывают миллионы людей и обладают огромным влиянием. Мы вряд ли можем упрекнуть тех, кто верит, что эта выраженная форма и есть религия. Недавно я объяснял это положение известному духовному лидеру и услышал в ответ, но моя религия должна быть истинной, иначе ей не следовало бы так много людей. Понятно, что этот человек не слышал о законе грехов. Грязные деньги вытесняют чистые. Я ответил ему, у такой-то религии в два с лишним раза больше приверженцев, чем у вашей. По вашей же логике, эта религия должна быть еще более истинной, что доказывается ее успехом. Почему бы вам не присоединиться к ней? Тут он вышел из себя и заорал на меня. Усуфиев очевидным примером описанного мной высшей процесса является развитие орденов, тарикатов. Не об одном из основных путей, которым принадлежат современные так называемые суфии, нельзя сказать, что данный путь основан человеком, чье имя как основателя он носит. Каждый вариант пути возник только после смерти своего предполагаемого основателя, сформировавшись на основе некоторых его специфических учений, применявшихся для местных целей, и вскоре превратился в культ. Ордена явления приходящие и ограниченные во времени. Ни один из них не был основан тем, кого принято считать его учредителем. После смерти учителя ученики героически пытаются сохранить полученное учение, но, как правило, в ошибочной форме. Результаты нам известны. Следуйте подобным учениям, и вы, возможно, получите добротную копию человека XIII века. И только. Все эти искажения, остающиеся в суфийских и других учениях, и более серьезные и страшные, возникают из-за присутствия и деятельности командующего «Я». Суфии не собираются разрушать или подавлять командующий «Я». Однако они ставят вопрос жестко. Кто кем командует? Оно вами или вы им? культурные и психологические проблемы командующего «Я». Культурная среда способствует формированию ментальности, поощряющей власть командующего «Я». И на Западе это проявлено в большей степени, чем на Востоке. процедуры, разработанные для людей Востока, дадут скорее отрицательный эффект, если их применить к жителям Запада. То есть восточная традиция, согласно которой человек учится до тех пор, пока учитель не даст ему разрешения обучать. Древняя традиция послушничества, сохранившаяся на Западе в обычном академическом обучении и присвоении степеней. Во многих неакадемических кругах Запада не признается. Причину не надо долго искать. В западной культуре ударение делается на скорости, на поспешном получении чего-то и скорейшей передачи приобретения дальше, будь то произведенные продукты или идеи, ценность которых была раздута и так далее. В духовной, психологической и других сферах подобное явление приняло следующую форму. Люди пытаются обучать, разъяснять, лечить, вступать в контакт еще до того, как будут соответственно подготовлены для этой роли. Имеющееся заблуждение усугубляет тот факт, что на Западе любой человек может заявить себя в качестве эксперта, учителя, врача или советника. Командующая «Я» весьма изобретательна и скрывает от индивида, что он или она пытается начать беготни, научившись ходить. Когда другие люди начинают одобрять чьи-либо действия, это ошибочно истолковывается адресатом похвалы как законное основание для его притязания. В действительности упомянутый факт говорит лишь о том, что подобный человек зависит от мнения окружающих в силу своей природы или воспитания. На самом деле и теология многих культов и деятельности большинства людей, чья известность намного превосходит уровень их действительных способностей, именно такова. За это, разумеется, кто-то расплачивается, иногда платят многие люди. Причина в том, что описанной выше ситуации присуща крайняя нестабильность. В человеке нарастает напряжение, что приводит к страданию, а иногда и к тяжелым психическим срывам. стресс наступает как следствие борьбы между тщеславием, как бы хорошо оно не скрывалось, и внутренним знанием того, что человек сам себя обманывает, поскольку пытается бегать, не умея ходить. Это состояние нелегко исправить. командующий я борется за свое выживание, изо всех сил пытаясь сохранить статус кво и убеждая страдающего, что подобного рода симптомы являются неотъемлемыми характеристиками личности. Страдающий он или она постоянно будет воображать, что не способен вернуться к нормальному состоянию, стать более умеренным, скромным, менее самоуверенным, поскольку ему кажется, что это означает обеднение его личности. Командующий я можно представить как некий вид паразита, который поначалу дополняет личность, затем захватывает определенные ее части и выдает себя за саму личность. Часто результатом этого процесса являются неудачи в коммуникации. Описывая данный синдром суфийского учителя, нередко слышат обвинения в том, что они принижают человеческую личность. Они якобы укрепляют собственный авторитет, говоря человеку, что тот еще не готов, и пытаясь удержать его на месте. Вряд ли подобную критику можно считать правомерной, ведь она не подтверждена фактами. Если же таковые имеются, то предполагаемый учитель никак не может быть суфием. Как решить эту проблему? Решение предложено временем и служением, а не желанием занять почетное место на тотемном столбе. По этой причине суфийские учителя отвлекают человеческое тщеславие от духовной сферы, поощряя своих учеников направлять деятельность командующего я в русло достойных мирских амбиций и одновременно продолжать учебу на суфийском пути в духе скромности, без страсти к самоутверждению. В видение ям одна девушка с детства огражденная от разнообразных ситуаций, которых так много в обычной жизни, как-то очутилась в блистающем фойе лондонского театра. Она никогда в своей жизни не бывала в театре и испытала полную растерянность при встрече с доселе невиданным. Девушка выросла в экзальтированной религиозной среде, где царили эмоции. Этот мир зиждился на двух столпах блаженстве рая и ужасах адской бездны. Богато украшенное фойе, где ей пришлось ждать, пока ее сопровождающий заберет билеты, являла ей новый незнакомый мир. Все люди здесь казались ей какими-то иными существами. Они были раз одеты в изысканное, потрясающе разнообразное по стилю наряды всех цветов и оттенков и очень оживлены. Ничего подобного и близко не было в ее жизни. Ошеломленная новыми впечатлениями, она внезапно увидела табличку, указывающую на оркестровую яму. На указателе черными буквами было выделено одно простое слово из театрального лексикона «Яма». Как тут было не издать крик ужаса и не броситься прочь из театра и как можно быстрее найти успокоение и прощение в горячей молитве. Именно так и поступила наша героиня. Думайте, сказка. Об этом случае поведала лондонская газета, поместив среди новостей театральной жизни заметку одного «Яма». Случаи такого рода, если предположить, что они действительно происходили в реальной жизни, указывают как на обусловленное поведение, так и на живучесть явления, которое мы легко способны распознать как реакции примитивного образца. «Если эмоционально заряженные идеи громоздить на такую примитивную личность, прежде чем отдасти незрелости, то подобное воздействие произойдет в ней командующее «Я», столь сильно влияющее на обыденное мышление каждого человека. Нет никакой разницы между реакциями этой девушки, порожденными новым опытом, и поведением дикаря, который в течение всей жизни был подвержен воздействию своего окружения, так и реакциями любого цивилизованного мужчины или женщины. Даже если эта история вымышлена, простой факт, что она может быть предложена в качестве происшедшей на самом деле, показывает, что такие примитивные образцы или паттернные поведения способны повторяться с большей степенью вероятности. Чрезвычайно интересно и то, что история эта была напечатана с целью рассмешить читателя. Невысказанное намерение, погодившее журналиста предложить данную историю в качестве юмористической байки, каковой, конечно, она и является, состоит в том, что мы, возможно, с немалым чувством облегчения, отделяем себя от нее, героини нашего рассказа. Итак, выделять подобный тип легко иллюстрируемого примитивного поведения и воображать, что поскольку мы видим абсурдную сторону происходящего, то сами так не действуем. Абсурдно само по себе. Эта женщина получила воспитание, которое обусловило ее реагировать на определенные стимулы с состоянием ужаса и эмоционального взрыва. Сегодня, как в наиболее отсталых, так и в самых передовых сообществах, миллионы людей, многие из которых занимают высокое положение и обличены властью, реагируют точно так же, если какие-либо обстоятельства переключат их внутренний механизм в режим ужаса. Несомненно, полем деятельности антрополога должно быть то сообщество, где он живет, хотя учиться можно, наблюдая и изучая другие сообщества, где поведенческие структуры для него, как стороннего наблюдателя, более очевидны. если современная антропология не займется исследованием собственного сообщества, то в будущем подобное упущение будет расценено как одна из аномалий нынешней культуры. «Конечно, сейчас никто не занимается указанной проблемой в сколько-нибудь заметных масштабах. При этом мы говорим, подумать только. Китайцы открыли порох и магнитный компас и не стали применять эти инструменты. Последующие поколения, какими бы они ни были, вероятно, смогут сказать о нас удивительное дело. У них были все необходимые инструменты для исследований и подбора иллюстраций, но они применяли их только к людям других культур. Цель учебы и исследований цель суфийской книги или любой суфийской деятельности способствовать суфийскому развитию. Можно подумать, что это очевидно, но определенно сотням людей, безживотно обращающимся за информацией и разъяснениями все не так уж ясно, что показывает, они пытаются действовать в направлении не имеющим никакого отношения к целям суфий. Возьмем простой пример. Мы публикуем какую-то историю или несколько историй, может быть, в некотором контексте, что в совокупности создает обучающий пакет. Но вот материал издан, и тут же появляется множество желающих расшифровать его или следовать всем видам возникающей ассоциации. Естественно, такого рода попытки сводят воздействие всего пакета к нулю. В некоторых случаях, возможно, даже во всех причинное возникновение данной тенденции является некая усвоенная схема. В основе этого образца мышления может быть схолостизм или склонность к решению головоломок или к поиску эмоциональных удовлетворений или ассоциаций. Проблема, конечно, осложняется отсутствием осознания, что представленный и используемый именно таким образом материал направлен на некую цель и является единым целым. подобным читателям необходимо задуматься над рассказом о маленьком мальчике, расчленившем муху. В итоге, глядя на кучку крылышек, ножек и так далее, он с удивлением спросил, куда же подевалась насекомая. Естественно, человеческое желание исследовать, оценивать, находить смысл имеющихся данных и так далее, еще больше осложняет дело. В этом нет ничего плохого при условии, что вы обладаете необходимой компетентностью. Применительно к нашей сфере это можно сформулировать, перефразируя известное изречение «тот, кто не может, пытается, тому, кто может, пытаться, нет нужды». К счастью, для того, кто действительно хочет понять подобную дилемму, ее легко проиллюстрировать. Например, если вам предложили земляничный джем, у вас есть несколько возможностей. Вы можете его попробовать или попытаться его исследовать, или проследить этимологию названий и джема, и его составляющей. Суфии традиционно утверждают, что они пробуют, а не следуют или проверяют. В любом случае, суфизм учится не путем исследований или изобретений колеса. Многие люди, утверждающие, будто интересуются суфизмом, не заинтересованы тем, что он может предложить. И убедительное доказательство этого содержится в простом наблюдении. Люди не перестают требовать информацию, не имеющую никакого отношения к делу, независимо от того, как часто вы объясняете вышеприведенные факты, и сколько раз они подтверждались суфиями прошлого. и конечно горка из машинных ножек растет. К счастью тому есть очень простое объяснение. Для начала вспомним, что люди склонны продолжать свои действия даже после того, как им скажут, что их деятельность абсурдна или не нужна. и все только потому, что держаться взятого курса доставляет им большое удовольствие, чем принять правильно. Теперь применим это высказывание к нашей ситуации, в которой кому-то сообщают, что его или ее настойчивость по поводу определенного курса бессмысленна. Существуют, конечно, бесхитростные или наивные причины. Например, академические ученые подготовлены таким образом, а об этом зачастую свидетельствуют и в бесчисленные книги, что не способны действовать никаким другим способом. Это лишь означает, что с человеком столь узко обусловленным тем или иным образом действий вряд ли возможен какой-то контакт. Обычные ученые на протяжении столетий обличали суфья в том, что те глумятся над академической наукой. Так проявляется ментальность охарактеризованного высказывания «обзови собаку дурным именем и повесь ее». Дело в том, что среди суфьев и были и есть видные ученые. И они знают, что суфийский опыт и схоластицизм вещи совершенно разные и несовместимые. Конечно, не только суфи сталкиваются с подобным подходом. И к инженеру могут обратиться люди, решившие использовать инженерную науку в качестве метафоры, в хореографии, рекламе или где-то еще. В этом нет никакого вреда. Проблема возникает лишь, если люди воображают, что инженерное дело действительно имеет отношение к балету. И один аспект рассматриваемого вопроса – склонность к поиску панацеи. Не только к суфиям, но и к любым специалистам в какой угодно области регулярно обращаются люди, желающие мгновенного исцеления, улучшения социальной, психологической или экономической жизни, или, это чаще всего, жаждущие эмоциональных стимулов. Конечно, в последнем случае подобное требование обычно облекается внутренним ментальным цензором в приемлемую по мнению вопрошающего форму. Наиболее вероятно, что такое поведение обусловлено социальными факторами, хотя часто рассматривается как лицемерие или самообман. Просто поразительно, куда только не проскальзывает обуславливание. «Несколько дней назад я получил письмо от одного известного нуждающегося человека, который просил совета, как раздобыть кучу денег за очень короткое время. Зачем? Не для себя, объяснил он. Но с ними я смог бы сделать так много хорошего». К сожалению, все сказанное выше сводится к тому, что людям необходимо узнать о себе больше, прежде чем пускаться, как это часто случается, в мало обдуманные предприятия. Естественно, чем больше человек нуждается в совете подобного рода, тем менее вероятно, что он его примет. Так было всегда. Однако есть суфии, которые могут выполнять свою работу, несмотря на все возможные и притом довольно значительные трудности. Не так давно я сказал что-то подобное одному человеку, который тут же стал настаивать, «Однако я должен познать себя, ведь к этому должны стремиться все разумные люди». Я спросил его, как он понимает выражение «познать себя». Выяснилось, что он думал, будто это означает прорыв в более высокое состояние сознания, причем стартовать он собирался прямо оттуда, где пребывал в настоящий момент. Он и мысль не допускал, что сначала надо привести в порядок свое обычное, более низкое состояние сознания. пытаться бегать, не умея ходить, в этом смысле не показалось ему абсурдным. Напротив, он сразу перешел в наступление. Если верно, что перед тем, как приступать к грандиозным вещам, надо уделить внимание мало, то почему на этом никто особенно не настаивал? Из истории мы знаем, что было множество мудрецов, которые просто говорили «тазнай самого себя». Они не возводили преград из условий, которые пытаетесь навязать вы. Я отдал дань уважения его манере прямо высказывать свои мысли, но прибавил, что он не исследовал ни своих предположений, ни источники сведений даже в той сфере, где был компетентен. Дело в том, что, во-первых, простые утверждения только заголовки, во-вторых, многие заголовки бесконечно повторяются теми, кто, снискав себе репутацию авторитетных личностей, в большинстве своем просто цитирует лозунги, пусть даже совершенно искренне. руми говорил, только золотых дел мастер может оценить золото. Тем не менее, множество людей, прочитавших произведение руми, не придали никакого значения этому важному утверждению, которое так часто повторяло. Что же они почерпнули у руми вместо этого? например, танцы дерзшей? Вы спросите, что здесь плохого? Только одно. Исторические хроники сообщают, что сам руми определял эту технику как специально приспособленную им для жителей Малой Азии 13 столетия. Причиной были определенные качества этих людей. Они вряд ли присущи, по крайней мере, в той же степени, тем многим тысячам людей, которые в настоящее время практикуют танцы дерзшей на Западе. Не только на Западе есть люди, не оставляющие энергичных попыток превратиться в подобие средневековых жителей Востока. Но если бы только они остановились и взглянули на то, что делают, увиденное явно испортило бы им удовольствие. Огромное число людей во всеуслышание заявляющих, что желают следовать путем суфи, в действительности вообще этого не хотят. А если так, должны ли мы удивляться тому, что суфи неустанно говорят об этом из века в век? Дело в том, что у многих людей имеются личные и общественные приоритеты. Их воплощение люди будут добиваться через те каналы и теми способами, какие сочтут подходящие. Однако, как правило, человек, придерживающийся пути суфи или любой другой реальной специализации, действует совершенно иначе. Суфи присутствуют здесь не для удовлетворения чьих-то требований. Их миссия поделиться тем, что у них есть. Эти два аспекта не всегда совпадают. ave отгоняйи отгоняйи из без отгоняйся имей